всем привет дорогие друзья с вами милтон а мы находимся с вами в террарии и я решил для вас записать такую небольшую серию но как бы сказать и для вас и для себя хотел посмотреть на разные классы какие нам предоставится когда мы будем с вами играть чтобы если вы будете со мной играть чтобы знали уже ну что определились каким классом вы хотели бы столкнуться кого бы взять и кого прокачать я бы также хотел бы сейчас это все посмотреть и определиться примерно за кого бы хотел бы стартан стартануть ну так что поехали посмотрим итак создал нового персонажа и я вот в В прошлой серии чуть-чуть ошибся. Все-таки это у нас просто идет серьга, аксессуар, который мы вставляем. Просто выбираем уже на что мы хотим вставить. Ну, какие статусы хотим просто себе поднять. Вот и все, извиняюсь, я был неправ. А вот из свитка мы с вами уже выбираем себе, так сказать, профессию. Профессии здесь дофига. Вот они все списки. Разумеется, я это сделаю как что. Создам, покажу. Ну, не займет много времени. Я для вас монтирую, будет, надеюсь, все красиво. Давайте с первого начнем. Ангел, контракт. Контракт Ангела. Я съедаю. Ну, и разумеется, раз Ангел, то мне крылышки Ангела сразу дали. То есть, такой вот небольшой бонус вам дают. Сразу вы изначально можете летать. Это очень неплохо, я считаю. И больше ничего. Хорошо, поехали дальше. Так, ну и следующий контракт. Нас ожидает контракт Англер. Англер. Интересно. О! Нам сразу дали с вами удочку. Ну, это, короче, рыболов. Удочку и совок. Ой, совок говорю. И сачок, чтобы ловить сразу всех бабочек. Неплохо, неплохо. Так, следующий у нас контракт идет Аркан Снайпер. То есть, Снайпер... Сразу нам дают Железный Лук. Чтобы мы могли с вами стрелять. Ну, и убийственный Жезл Искр. Интересно. То есть, мы как и маги, так и лучники. Хм, странно как-то. Ну, ладно. Вот такая вот профессия. И даже можно посмотреть по статам. Я не знаю. Вроде сразу прибавляется. Вроде нет. Ну, не суть. Просто у каждой профессии качают за левел определенные статы. То есть, у Варриора будут качаться, грубо говоря, хп и стрэндж. Ну, то есть, сила. У лучника будут Аргилы. Ну, то есть, ловкость и все в этом смысле. Следующий у нас Берсерк. Берсерк нам позволяет. Сразу дают нам руку зомби. Ну, видимо, Берсерк это тот, кто будет очень быстро бить. Который будет критовать и разрывать все. Ну, и, видимо, у него будет атака вот через такой вот... А, ну да. Он будет сражаться через быстрое одноручное или дворучное оружие. Ну, интересно. Такой класс интересный. После Берсерка у нас следующее идет Блуд Кнайт. Кровавый Рыцарь. Так, опять же, меч у него есть. И семечки Багрянца. Что-то не садится. Интересно. Ну, надо с этим еще классно будет разбираться. Точно. Можно поставить Берсерк. Ну, видимо, куда-то в определенное место не ставится. Так как Кровавый Рыцарь. То есть, считайте, что Рыцарь это, разумеется, Милик. Это будет все в силу уходить. Ну, опять же, тяжелую броню. Ну, и, не знаю, Кровавый от обычных, чем отличается, без понятия. Но, разумеется. Потом, если кто-то, конечно, выберет этот класс, мы и узнаем. Следующий у нас класс идет по очереди. Это Кавалери. Не знаю, что дает. Что-то такое, как переводится. О, нам сразу, смотрите, дали. Йоу. То есть, при выборе данного класса вам сразу дают маунта, на котором вы можете прыгать. То есть, какая-то, ну, то есть, сразу. Я так чувствую. Ну, блин, я без перевода, конечно, это все, ну, примерно, мои догадки строим. Видимо, этот класс заточен на то, чтобы можно было бы передвигаться, иметь вот маунтов различных и передвигаться очень быстро. Ну, может быть, шанс повышает ему, именно ему, на выпадение определенных маунтов, либо что еще. Ну, короче, тоже вот такой вот классик. Кому-то крылья, кому-то кроликов. Ну, маунтов раздают. Следующий класс у нас идет... Так. Целистил. Целистил. Ой, что-то, что-то, что-то такое летает. Так, ну, в переводе это обозначает космический какой-то. Ну, короче, вот, Витька, эта штука космическая летает. Давайте проверим. Я вот не знаю, что такое вообще. Мы видим, это, знаете, типа того монстра, босса. Ой, монстр, питомец какой-нибудь, да, может? Ты будешь бить его? Нет, он не... Это он ударил его? Или... Ну, короче, непонятно, такой класс. Что он делает? О, давайте еще раз проверим. Сейчас ударить его, не ударят? Он не трещит. О! Да, он бьет, то есть... Любое соприкосновение с ним наносит дэмэдж. Но он летает рандомно. Ну, и вам нужно контролить это все дело. Видимо, потом что-то еще открывается. Ну, блин, интересно, тоже класс. Видимо, суммонер какой-то такой определенный. Следующий класс у нас идет по счету... Восьмой где-то. А, черактор инфо. Что я сделал? Твою же налил. Я просто создал свиток еще один. А-а-а, блин. Так что не оплошайте, пожалуйста, так же, как я. И не создавайте себе вот... Вот этот свиток чертов. Ладно. Хрономансер. Хрономансер. То есть... Тот, кто... Управляет временем. Но нам... Ну, нам дали, ладно, часы. Мы сейчас знаем время и так далее. Короче, часовщик. Это будет часовщик. Я не знаю, какие у него будут перки. На что он будет рассчитан. Настанавливать время, мне кажется, он не будет. А, может быть, хиро узнает. Это же все таки RPG-мод. Посмотрим, что с этим будет. Если кто-то выберет, конечно же, данный перк. Следующий у нас идет после хрономансера. Конжурор. Конжурор. Это посох слизней. Оооо. Ха-ха. Вот первый из сумонеров. Запомните, Конжурор, как называется так. И кто хочет быть сумонером, вот неплохое вот такое вот... Начало, так сказать, для вас. Сразу первые 20 слизняков у вас появляется. Ну, видимо, этот... Ну, как сказать, с этой... Видимо, данная специализация направлена тупо на сумон. И неплохо. Мне нравится. Также напоминаю, что данное видео я просто показываю, какие есть классы. Я не разбираю, у какого класса какие характеристики, что дают. Хотя можно было бы так посмотреть, но не факт, что это будет конечный результат. Для этого нужно прокачаться чуть-чуть, и там вам будет уже понятно, что вам добавлять данный класс по характеристикам. Ладно, ищем следующий класс. Это было, было. И вот демон. Как я понял... Да, нам дали демонические крылья. Сразу дали обсидиановый череп, который дает невосприимчивость... Невосприимчивость к огненным блокам, и это неплохо. А также еще помимо того, что мы летать можем, это вообще шикарно, я так считаю. Можно все сразу ставить и балдеть. Ну, быть демоном тоже интересно. Такой вот результатик. Такая спид... Такая аура вокруг него и летает. Прикольно. Так, ну и следом после демона у нас идет дракон. Дракон же? Да. Драгон. Прощное копье нам дали. То есть... Ну, странно. Дракон. Драгон. А, не... Ну, драгон. Драгон называется, да, не дракон. Ну, видимо тут копеносец будет. То есть, тот человек, кто будет постоянно вот с такими пиками бить. И напомню, что это оружие тоже неплохое. То есть, против массового бьет очень офигенно. Особенно, если у вас длинные копья. Она просто вот будет до сюда доставать. Блин, ну, шикарно. Тоже интересный такой класс. Если кому-то будет интересно, обязательно берите. Не пожалеете, это точно. Так, следующий у нас класс после драгона. Вот он. Так, идет двор. Дворф. Ха-ха-ха. Хотите быть двором? Берите этот класс. То есть, будете заниматься стрельбой. Наверное, кузнецом будете. Также гранат у вас будут. Ну, блин, интересно, интересно. Бару бороду дали. Ха-ха. Круто. Бах. Круто. Быть подрывником будете, короче. Может, еще что дали? Нет, больше ничего не дали. Ладно, поехали дальше. Так, у нас уже темнеет, конечно. Это печально. Ну, да ладно. Если что, создаем новый мир. Эксплорер. Это ты выбрал тебя? Нет. И что же здесь у нас? Здесь у нас каска шахтера. Серьезно? Офигеть. И сразу, смотрите, нам дают крюк. То есть мы сразу с вами, как только первый металл добываем, железо, вы можете сразу сделать крюк-кошку и уже будете летать. Ну, знаете, сами понимаете, что такое крюк-кошка. Также еще дали светящиеся палочки. Короче, шахтер. Полный шахтер получается. Класс. То есть сразу с шапкой, сразу с крюком и с палочками шахтерскими, которые можете просто кинуть. И... Кстати, они еще и подсвечивают. Блин, шахтерам быть круто. Вот я просто уверен, что у нас будет куча таких шахтеров. Ну, один точно будет. Не знаю, кто еще такой возьмет. Класс, но шикарно. А подсвечивают это... У нас, да, палочка есть. Да, палочка подсвечивает. И, ну, видите, руда там есть подсвечивает. Шикарно. Так, дальше у нас идет Forgotten Journal Page. Это что? Ни хера как это ты долго учитаешь. Ну, я понял, что это не этот... Не класс. Но что он дает? Gained experience from record to world. То есть experience больше будет падать в... А, в рекордный... Блин. Интересно. Сейчас, секундочку. В общем, показывает переводчик, что... Просто вы будете получать experience из записи мира. Не знаю, что за записи мира. Но в итоге этот цветок вам просто будет давать повышенный экспо. А экспо это все-таки вот. То есть, с каждого вашего уровня будут повышаться ваши статы. То есть, армор, то есть защита, быстрее будете бегать. Милли, спид, то есть быстрее будете бить. Ну, и, короче, все в этом духе повышает вашу статистику. Каждый ваш уровень. Ну, думайте, может быть, вам тоже цветок пригодится. Так, пересоздал я мир, потому что там уже все было печально. Давайте уже найдем следующий наш класс. Вот, это был журнал тот прошлый. И здесь fortress, защитник. Так, и что нам тут он предоставляет? Нам сразу предоставляют железную броню. Ну, то есть, да, защитник. Вайнстоун. А, видимо, здесь подобрал. Ну, просто броню нам дали. И все. То есть, вы с этой броней будете уже танковать. Можно сказать, что вы будете танком. Ну, если какого-то другого класса мы с вами не найдем, то получается, что этот класс будет, ну, самым таким танковым. Хм, интересно. Ну, капостата может повысить. Да, у него дефанс уже на 14 прокачан. Это реально танк. То есть, если вы хотите играть за танком, пожалуйста, fortress оберите. И все. И следующий у нас класс идет. Это hell of magic. Маг, короче, hell of какой-то. Ух ты. Ну, короче, хотите быть магом вот таким именно, то берите, пожалуйста, его. Что это дает? Ну, процент урона, крит шанс, отбрасывание. Хм, ну, интересно такой маг, так сказать. Видимо, тут, наверное, всяких подклассов магов тоже будет дофига и более. Ну, как-то так. Так, следующее у нас идет вот гарпи. Этот контракт я использовал с вами на прошлом видео. Я именно тыкнул сюда рандомно гарпи. Ну, вот вы видели, что у меня были крылья гарпии. Это то же самое, что быть ангелом, только гарпией. У вас просто... Вам дают крылья. То есть, вы будете летать уже изначально, как и демоном, с крыльями демона, также и с гарпи. Поэтому я пропускаю это, потому что вы это уже видели. Кнайт контракт. Так, кнайт контракт. Просто будьте рыцарем, да? То есть, не танком, а просто рыцарем. То есть, вам просто тупо меч дают. И, видимо, там вас бафают как-то по-особенному. Ну, дефенс на пятерочку, не как-то на 18 было. Но, видимо, все остальное у вас будет бафаться на атаку. Что-нибудь типа того, я не знаю. А, да. Так, следующий контракт у нас идет Марксмен. Марксмен. Так. А это у нас лучник. Просто тупо лучник. В прошлый раз вы помните, там лучник был. И плюс еще то, что он был чуть-чуть магом каким-то. Странно. Ну, здесь просто, видимо, за основу, брат, взят лучник. Марксмен. Может быть, как-то это переводится по-особому? Но, блин, не хочу лишний раз гуглить. Соворачиваться и все в этом духе. Ладно, поехали дальше. Следующий у нас идет контракт. Мир Фолк. Мир Фолк. Мм, интересно. Ого! Мы с вами стали ящером. Нифига себе. Даже, смотрите, без брони мы просто с вами стали ящером. Нас ничего не одето, но мы ящер. И нам еще дали ожерелье медузы. Просто урон под водой. О, мы, короче, с вами водяные люди стали. Под водой, видимо, будем с вами крушить все налево и направо. Не знаю, можем ли мы дышать под водой. Я без понятия. Ну, до воды еще, конечно, нужно набраться. Поэтому не буду еще стараться. Поехали дальше. Дальше следующий у нас по классу идет после Мир Кула, да? А, Маркс Марк, Мир Кула. Хм. Ну, идет Монг. Монг-монах. Давайте посмотрим, что здесь нам приготовили. Я его выучил. И нихера не дали. Нам зато дали броню. На 8 подняли. Видимо, Монах это только будет сражаться без ничего. Но у него будет повышенный какой-то дефенс. И атака какая-то у него будет особая. Не знаю, с чем это будет связано. Ну, Монах, сами понимаете. Они там, типа, безрукие. Безрукие. В плане того, что сражаются кулаками, если там от Диаба отталкиваться. Еще от чего-то. Ну, не знаю. Ну, блин, как-то странно. Непонятно, такой класс. Ладно, поехали дальше. С этим, после Монаха идет Мас. 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 Интересно, ну-ка. Ооо. А, мотылек. Типа вода. Флакон с отравой. Расходуется. Ближе атаки. Отравляет врагов. Длительнее. Я выпил. Короче, мотыльком хотите быть? Берите, пожалуйста. Я хочу уже врага найти и попробовать отраву. Да, 19 минут еще. Ну, короче, 20 минут будет на вас висеть баф. И вы, как мотылек, либо кто еще, будете своей атакой заражать. Он, видите, заразил все. И он теперь отравлен. Окей, поехали дальше. Следующий у нас идет Ниндзя. Ооо. Интересно. Сейчас костюм Ниндзя дадут. Нет. Костюм Ниндзя нам не дали. Нам задали серикены. Короче, хотите быть Ниндзя? Берите. Наверное, статистики повышились. Нет, здесь не повысились статистики. Но уверен, что повысится характеристика, например, на ловкость. На броню. Не знаю. Ну, что еще может повыситься? Ну, повысится точно. Еще прикольно было бы для Ниндзя здесь собрать этот костюм Ниндзя, который может, конечно же, собрать. А все, у вас третий волк. Поехали дальше. Следом за Ниндзей у нас идет Фараон. Хотите быть Фараоном, Тотанхамоном, либо кем еще? Берите, пожалуйста. В итоге нам дают сразу с вами костюм. Ой, не то дело. Костюм Фараона. И ковер-самолет? Серьезно? Ха-ха! Охереть! То есть вы подпрыгиваете, нажимаете еще раз пробел и вылетите. Шикарно. Верхний из вы не можете. Да, и через определенное время, конечно же, пропадает этот ковер-самолет. Но, блин, это круто. Это просто круто, правда. Характеристики. А, скорость повышена. Ну, как видите, на 0.4 больше стало. Но, ничего страшного, ладно. Прикольно, мне нравится. Следом, после Фараона у нас идет уже пират. Пойдите с пиратом. Берите его. Да, как я и думал, нам дают костюм пирата. Ага, круто. И еще пистолет с патронами. Юху! Пират. А что, по статистикам? Наоборот, милиспид дэмэдж, типа, уменьшен. Уверен, что за каждый уровень будет еще ниже понижаться. Но, ничего страшного. Ну, видимо, это просто стрелок. Который будет это все использовать. Пиратское. Надо поехать дальше. Ну, а следом, после пирата у нас идет рейнджер. И, блин, опять же, лук у нас тут есть. И есть у нас копье. Странно. Зачем тогда те два класса нужны, где отдельно лук есть? Хотя, вот тот лук, который мы изначально брали, там он был огненный. Здесь просто обычные стрелы. И просто из древесины он идет. А там же опять дают вам свинцовые или какие-то там еще определенные. Ну, короче, выше качества, чем это дерево. Так, и здесь копье. Ну, такое же, как и тогда. Странно. Очень-очень странно. Ну, чтобы быстрее бегаете. Следующий у нас идет сейдж. Ммм, интересно. Что же здесь нам дают? А здесь нам дают сразу добавочную манну. Вы сразу себе больше манну получаете. И посох. Вредный аметистовый посох. Увеличить урон на 7. И бла-бла-бла. А как стреляют? Стреляют какие тот. Ммм, странно. Короче, разные такие магии интересные. Странно как-то. А, давайте по статистикам. Ну, только, например, манна-регент только у нее есть бонус. Следующий у нас на очереди сейдж. Сейвэ, а, ну да, сейвэдж получается. Так, и кто же это у нас? А это у нас копиеметатель. Тот, кто будет заниматься раскидкой копий. И всем таким, знаете, барахломом, обычно которым я не пользуюсь. Или кто-то другой не пользуется. Ну, интересный такой чел. Следующий у нас идет саулбаунд. То есть с душами что-то связано. Посох слизней. Ну вот, опять там, смотрите, дали посох слизней. Смотрите, в этот раз что-то манна быстрее закончилась. Мы призывали всего лишь одного слизника. Но, блин, разница чувствуется. Там мы могли вот так вот просто спамить, 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 спамить. И при этом еще было у нас два слизника. Видимо, там какой-то... Ну, там именно со слизнями было связано. А здесь у нас идет, как там... Короче, души. Повелитель душ, как-то так называется. Видимо, у него тут свои плюшки. Уже для любителей суммона уже два выбора. Кого же вам выбрать, странно. Ну что ж, следующий у нас идет спирит маг. При этом, смотрите, я создал еще один мир. Это уже тридцатый персонаж и третий мир. Это просто жесть, сколько тут у нас всего. То есть, это просто маг. Спирит маг. Ну, тоже, знаете, один из комплектов мага. Интересный. Который больше никаких бамов не дает. Просто дает тупо палочку. Может быть, потом, конечно же, что-то более будет он давать. Но сейчас пока ничего. Но это маг, связанный с душами. Ну, ладно. Следующий у нас идет сворд. Просто сворд. Охеренное название. Ну, разумеется, что нам дали сворд. Из Вольфрамовой. Угу. Очень быстро, кстати. Ну, знаете, такой, блин, не знаю. Просто мечник. Класс, просто мечник. Ладно, будете обращаться только в игру в игре с оружием. Движнего боя. По крайней мере, с мечами это уж точно гарантированно. Ну-ка, проверим. Даже его, смотрите, как разносите. Странное чудовище. Который меня много раз убивало. Ну, ладно. Идет. Тайн Тед Эльф. Какой-то, короче, эльф. Тайн Тед, не знаю. А, лесной эльф, типа, или чуть-чуть, чуть-чуть того. Ух ты, нихера себе. Демонический лук. Вау. Короче, будьте эльфом. Темным эльфом. Это темный эльф, точно. Че там? Лук. А, стрелы. И семечки порчи. Тов, давайте сразу не заражать. Ничего, хорошо. А, да-да-да, вот все, я заразил. И теперь тут мрак. О, смотрите, дерево пошло. О-о-о. Кто выбред темный эльф? Не смейте, не смейте заражать нам почву. Чё, вы меня споняли? Убью всех. Ладно, поехали дальше. И следом у нас после темного эльфа йод. Войд. Ну-ка, ну-ка. Блэк. Контракт. Чё? Бланк контракта? Не понял. Ну-ка, еще разочек. Войд. Врачи, не хочет он его юзать. Какого хера? И я не знаю. Странная херня. Ладно, видимо не работает класс, либо чё ещё, непонятно. Войд. Валкер. О. Чё, большой миш из чёрной древесины? Войд. Валкер. Интересно. И чем ты хорош, кстати. Ну ладно, хоть этого сносить легко. Блин. Даже тут ничего такого нету. Странно. Чем это может быть вообще классный класс? Ну обычно меч. И тем более ещё из дерева. Блин, странно. Поехали дальше. Дальше у нас контракт ван... Вандерер. Да, вандерер. Вандерер. Интересно. И смотрим. Здесь нам опять дали с вами кремниевый пистолет. О, опять уже всё распространилась порча. И пошли эти на нас нападать. Дальше нам дали пулек. Ну и всё. Видимо, стрелком хотите, выбирайте его. Ещё какая-то точка надо мной есть. Интересная. Блин, столько вопросов. Что чё даёт? Без понятия. Нужно будет смотреть, узнавать. Блин, а? Кайф-то какой. Ещё у нас есть вар мейдж. Вар мейдж. Мейджик вар. Опять же, слабый меч из чёрной древесины. Опять же, меч из дерева. И в чём различие между этим классом и тем? Ну тут защиту нам дали, ладно. Блин, какая-то мистика творится. Ну непонятная. Если вы знаете различие между этим классом и другим, которые нам тоже дали меч. Значит, такой же. Расскажите, пожалуйста. Я не знаю. Тридцать шестой персонаж у нас идёт. Это варп Кнайт. И что же здесь насаждает? Здесь насаждает Кнайт, который пользуется опять пикой. Это уже третий класс, у которого есть пика. Да блин, ну это как с мечами. Чем они отличаются? Блин, хер его пойми. Но, как вы видите, есть такие персонажи. Может, конечно, по переводу и понятно, что это будет давать. Но, блин, надо было заморочиться с этим. Ладно, извиняйте. Пусть будет хотя бы так. Остался всего лишь последний класс. И что насаждает в Вайр Волф? Серьёзно. Волком будете. Тихо, тихо, тихо. Чё тут у нас? И скорость повышенная стандартная. То есть... Что-то, знаете, завязано на Волке. Это интересная такая специализация, которая тоже требует рассмотрения. Сразу нам кандалы дали. Видимо, там... Ну, короче, много всего интересного тоже может в этот класс впихнуть. Но он стремительный. Что же ещё повышенное? Я без понятия пока что. Но посмотрим. Может, кандалы из этого? Нет, не из этого. Повышенное. Ну, вот мы рассмотрели с вами всех персонажей, что можно тут вам получить. Точнее, классы. Получилось 37 классов. Две из них не зафейлитесь на начале, как будете играть. Это просто свитки. Ну, один, конечно, на экспу, как я понял. Ну, а другой такой, какой у нас уже есть свиток. Вот и всё. Также хочу вам напомнить, что сервер по террари я включаю, запускаю уже ближе к концу месяца. Не в конце месяца, не в начале следующего месяца, а к концу этого месяца. Дату я, конечно же, оповещу вас и скажу вам об этом. Поэтому смотрите на сроки и не тяните до конца, если вы там хотите принять участие. Вот. Если что, если вы не видели анонса об этом, либо чего ещё, то в конце ролика будет аннотация на это видео. Ну, и также можете увидеть на канале, сами найти это видео, оно недавно было выложено. Поэтому, пожалуйста, смотрите, ставьте обязательно пальцы большие вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Милтон и встретимся уже в следующей серии или стриме. Всем пока-пока.